Девочка-пай Наш край называют сказочным, имея в виду красоту природы. На самом деле здесь каждое явление и предмет окружены тайнами и легендами. Вот взять хотя бы пимы. Думаете, просто обувь? Нет, не просто. Это и оберег, и кодекс поведения для тех, кто навстречу уйдет. Наконец, это произведение искусства. Сегодня мы разгадаем тайну тепла ненецкой обуви. Есть такая сказка. В одной рыбацкой деревушке жили-были дети – Арсё и его сестра Саванне. Больше родственников у них не было. Саванне хозяйничала по дому, Арсё ходил на охоту. Не было ему удачи в охоте, и пошел он в поисках добычи вдоль по реке на север. Пошел и пропал. Долго ждала Саванне брата, уже и лето закончилось, Арсё всё нет. Тогда отправилась она на поиски. Всю осень шла, лапти до дыр износила. А тут и зима вьюгой закружилась. Холодно Саванне, трудно идти по снежному насту. Режет снег ноги, кровавые следы остаются. Но не от боли плачет Саванне, от тревоги за брата. Увидели это духи тундры, удивились отваге маленькой девочки и решили помочь. Буйный ветер бросил перед ней шкурки камуса, которые сами вокруг ног теплыми челочками обернулись. Когда Саванне нашла брата, то сама сшила ему теплую обувь из камуса. Безусловно, это столько сказка. А правда в том, что пимы, лепты и тобаки шили ещё наши пра-пра-бабки. Пимы пиуа – национальная ненецкая обувь из камуса. Шкурок, снятых с оленьих ног. Подошву пим шьют из щёток, шкурок – межкопытной части. На щётке волос жёсткий и упругий. Благодаря этому снег не прилипает к подошве. Ворс камуса направлен вниз, поэтому вода, роса, мокрый снег стекает с меха, касаясь кончиков ворса. Пимы бывают женские и мужские, отличаются по крою, высоте и украшению. А вообще мужские пимы – это предмет щегольства, особенно подвязки. Ань, здорово, Виктор Сидорович! Здорово! Скажите, кто вам шил такие красивые пимы? Это тех людей уже нет. Сейчас не умеют такие шить. У меня хореевели шили. А подвязки кто сделал? Это вяжут из овязчей шерсти в деревнях, вот по Печоре. Раньше старухи вязали специально по заказу. А сколько у вас пар пимов? У меня еще есть одни. Еще одни? А как часто вы их носите? Ну, когда в дорогу куда-нибудь приехали, молиться одеваем. Потому что современная одежда, допустим, на нейлоне все сшито, а человек, если что-то пошевелится по работе, вспотел. Ну, а раз вспотел, значит, у него сырость на одежде появляется. И он быстрее мерзнет. А олень и мех, он сам по себе, волос оленей, как это сказать, в виде трубочки пустой. И человек не так потеет. Спасибо, Виктор Сидорович, за интересный рассказ. Пожалуйста. К пимам шили лепты, меховые чулки из шкурыня блюя, трехмесячного теленка. Их одевают только в самые лютые морозы. Сначала одевают лепты, а потом пимы. Но вовнутрь обязательно кладут сухую траву. Как только прокладка из травы увлажняется, ее заменяют. Кстати, есть версия, что этим приемом утеплять обувь с помощью сухой травы пользовались жители Западной Евразии еще 30 тысяч лет назад. Брали кусок медвежьей шкуры, оборачивали вокруг ноги и не забывали проложить пучок сухой травы в качестве стельки. Сегодня оленеводы-кочевники кладут сухую траву не только в пимы, но и в тобаки и в рукавицы. Тобаки. Тобак – это рабочая мужская обувь. Тобаки тоже шили из камуса мехом наружу, но без всякой отделки. Тобаки состоят из головок и голенища. Подошву шили из щеток, очень редко из олба. Головки тобаков меняют по мере износа. Тобаки тоже носят с лептами, подвязывают тесемками. Есть еще один городской вариант пим – бурки. Их тоже шьют из камуса, украшают бисером и сукном. Только подошву делают из войлока. О том, какой популярностью пользовались бурки, писали журналисты 70-х в выпусках «Кинохрониках». Не так уж и давно бытовое обслуживание в округе, да и в самом Норьенмаре, существовало в виде мелких мастерских по пошиву одежды, ремонту обуви и другим услугам. Сейчас это достаточно разветвленная система комплексных приемных пунктов. Новые мастерские, новая техника. Не ушло в прошлое, не остановилось все-таки в своем развитии мастерство народных умельцев. Национальные орнаменты украшают современную продукцию. Сегодня таких мастерских осталось немного, но их продукция пользуется популярностью. А ниньские женщины предпочитают шить пимы самостоятельно, потому что настоящие пимы – это очень индивидуальный предмет. Это больше, чем просто обувь. Я приглашаю вас в гости к знаменитой мастерице Нине Ивановне Баркулевой. Нина Ивановна Баркулева – уроженка поселка Хангурей. После окончания школы работала в животноводстве и звероводстве родного поселка. В колхозе Нария Наты работала кассиром. Шила бурки для колхоза. Артистка театра «Иллипц». Как у вас много изделий. Вы все сами ищете. И сумки. Да, это оленьи камусы, снимаются с оленьих ног. Из них мы шьем бурки-заготовки. А сколько нужно таких вот шкурок на изготовление одной пары? На крупную пару, например, надо 12 ног. Это три зверя. А на детские, конечно, помните, на такие бурочки надо поменьше. А какой процесс пошива? Вот что нужно для того, чтобы сшить? Для того, чтобы сшить, надо сначала достать камус, потом он разделывается, уделывается, потом начинаем кроить. На носок, на задники. Все надо правильно разложить. А мерки с ноги снимаются прежде, чем шить? Да, например, скажет человек, у меня же глаз-то наметанная, рука-то уже набитая, скажет, какой размер. Вот так, согласно этих данных и делаешь. А сколько времени занимает пошив одной пары? Немного так. Если время позволяет, я, например, такие заготовки шью за два дня. За два дня шила? Да, шляю и шую, потом отдаю подшивать. А не подсчитывали, сколько за всю жизнь удалось? Ой, миллион, наверное, пар шошила. Еще я в колхозе, когда бурки заготовки шила, месяц по 15 пар я шила. А вот, когда вы шьете, вы поете? Да, пою. Я вот этому шучу научилась от мамы, и песни тоже от нее научилась. Сейчас пою коротенькую песенку. Мне и у сава, и у сава, Билий, ваня, раптым, ваня, раптым. Мне ха-сва-вэй, ха-сва-вэй. Арко-лучи-вэй, вучи-вэй. Савау зиверчоу, зиверчоу. Мань-го ня-сандоу, ня-сандоу. Низым хай-урэй, хай-урэй. А я сама сочинила орнамент вот еще вот, как вам сказать, по старым традициям. Например, я на эту пару такие вот такой узор придумываю, а на второй уже надо какой-то другой немножко. Вот посмотрите внимание, обратите, вот у черных бурок такие, вот у этих бурок такой узор. Сами придумываете? Да, сама рисую. Сама рисую, да, опять это вот кого-то возьмешь, понравится узор, возьму, сниму трафарет, я сшью. Орнамент сначала я складываю, сначала на белый, потом на черный трафарет и ложишь, рисую я, потом вырезаю аккуратненько. Лишнюю шерсть снимаю, вот складываешь белый к черному, а инструкция такая, куда шьешь, обязательно, чтобы черная половина была, черная сторона-то была ближе к руке. Такая инструкция. Это я, например, для бурок сшила, на опушку бурок. И за сколько времени вам удается сшить такой орнамент? Сложный узор, типа этого, вот это, типа этого, так она дольше шьется, дольше эти узоры шьются. А вот такой простой узор, легко он шьется. Нина Ивановна, как вы думаете, если я вдруг захочу сшить такие бурки, у меня получится? Я надеюсь, что получится, хорошие выкройки возьмешь, по выкройкам же мы шьем. Получится, обязательно получится. А в чем хранится обувь, вот, женская и мужская вообще? Женская обувь, конечно, в чуме-то, она хранится, вот, задняя половина чума хранится. В особых нартах везде эти, мешок складывали женскую обувь, везде, где, вот, ты, наверное, в чуме-то была, нет, латы тогда стелят в чуме. Вот, вот, на этом воздух должны вести эти женскую обувь. Вместе с полами, получается? Да. Женщина должна перешагивать через веревку, через холей тоже нельзя перешагивать, через тензей не надо перешагивать женщине. Спасибо, Нина Ивановна, за интересный разговор. Вас шокируют запреты неинских женщин? Напрасно. Запрет – это способ сохранить равновесие семье. Они защищают женщину от тяжелого физического труда по уходу за стадом. И направлены прежде всего, чтобы оградить мир женщины, в который никто, даже муж, не имеет права вмешиваться. В нашем мире женщины воспитывают детей, обучают их ремеслу и создают уникальные предметы одежды, передают знания традиций и обычаев. Ань, здорово! Здорово, здорово! А ты знаешь, что означает орнамент у тебя на бурках? А это стропила, чтобы я не забывала, что чум и семья – это самое главное. А что означает вот эта полоска посередине? Это меня жизни. А это телячьи рожки. Чтобы олени вас не боялись. Молодцы! А вот у этих полосок особое значение – это запреты. Нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя сквернословить и обижать ближнего. Вот видите, как все просто. Не нужно открывать Библию и даже Конституцию. Вы просто одеваете такую обувь, и все, кто идет вам на встречу, невольно вспоминают главные моральные заповеди. Сегодня мы разгадали еще одну загадку. Как не только согреть ноги, но и сделать этот мир добрее. Я же говорила, все зависит только от нас. Увидимся! Лакомбой!